мир вам добрый день с миром принимаем с вами у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не не против я вас слушаю говорите пожалуйста а хотел просто сказать вам еще что вес был сия служил вы я просмотрел ваши ролики очень интересные вес пылся вы были в порту и возле порта находилась наша танковая учебка если вы знаете я там она давно а вы с какого года я 64 года родился в городе риге родился я знаю где-то мореходное училище работал я на судоремонтном заводе там учился в судоремонтном веснул гравис если вы знаете такой мы приезжали в клайпеду ремонтировать почему-то а вот там я никогда не было ну да мы ремонтировали тралл флот ловецкий но там был грузный тоже вопрос у меня к вам по посланию кремлинам вы я так просмотрел вашу беседу с мусульманами и вы упомянули о том что младенцы рождаются грешными если у вас правильно помню так поправьте меня если не про и если я в это не верю поэтому вопрос к вам такой если мы младенцы рождаются грешными то павел цитирует псалом третье в третьей главе послания кремлинам 12 стих и он говорит что все совратились пути до одного негодный нет делающего добро нет ни одного так если вопрос такой если все совратились пути как можно совратиться с пути если ты сначала в начале не был на нем как можно сбиться с пути если ты на нем никогда не был если младенец рождается уже грешным значит он на пути не был а здесь говорится что он на пути дальше вы цитируете давида там где он говорит что в грехах меня мать родила но если последовать логике то грех в греческом языке в оригинале что такое грех это если мне не изменяет память это хамартия то есть когда стрелок стреляет по цели по мишени и он промазывает он не достичь его стрела не достигает цели он промазал эту цель как у нас говорили вы тоже стрельбой занимались детстве я по вашим роликам смотрел а вот когда стрелок стреляет он в мишень не попадает или там молоко попадает он у нас говорили мажет и вот грех есть нарушение вот этого грех есть также нарушение закона грех также разделяет нас с богом но прежде чем разделить мы должны быть с ним когда-то в какой-то момент вместе поэтому даже еще есть другие места когда христос ссылается на маленьких детей говорит что таковых есть царствие небесное и прочие места но даже у пророков есть у ереме ли у языки или я не помню сейчас точно сказано что отец не повесить не понесет вины за сына и сын не понесет вину отца ну и прочие там места есть вот как вы на это смотрите как вы ответите на эти места ну где говорится о взрослых и это и места нельзя относить к детям вот говорят что такое крещение завет с богом ну правильно обещание богу доброй совести что там есть но в ветхом завете что-то подобное было полоса спасания колоссиным апостолам павел говорит вы обрезаны обрезанием нерукотворенным будущий крещеный то есть ветхозавет это прообраз тень будущих благ но в завет вступал еврейский народ да в каком возрасте 8 дней так он ничего не понимал тебе не надо рассуждать у бога другой другая шкала и кто не будет да ереме 31 глава там написано что если младенец не даже у авраама в 17 главе быть те сказано что если младенец не обрезался в определенный срок он нарушал завет как он мог нарушить завет если он не был с ним в завете сначала значит обрезание это уже было знаком завета хорошо продолжать я извиняюсь что перебиваю вас писание нам так говорит когда писание говорит то исаак ньютон шляпу снимал когда произносили имя божье здесь в конечном счете мы начинаем с адама адам согрешил а далее написано водами все умирают все и раз ребенок смертно это означает что и грех на нем остался водами все умирают если умирает отознащает грех перешел в них а как а тут рассуждений никаких нет водами все умирают и дети в адама и дальше и родился сев говорит по образу адама вот дальше не надо теперь ветхом завете мы читаем книга пророка иова старейшая книга с бытием примерно на равных она идут 14 4 и говорит кто родится чистым от нечистого точка ни один а почему да зачем же нам даже не надо спрашивать это бог сказал да умолкнет земля и небо ибо господь говорит вот вы приводили это место беззакония зачатиях и во грехе родила менять моя нам не надо ни цель ничего определенные четко грех и вы посмотрите в английском языке везде слова грех стоит а перевод одного слова ну когда мы не знаем по словарю можно найти но это еще не все святой ироним стридонский умерший четыреста двадцатом году он как раз и перевел на латинский язык вульгата в самый почитаемый в католической церкви он 30 лет потратил на то чтобы переводить 30 лет в приемской пещере в посте и молитве а просто так взять словарь мимо ну и может это объяснить мимо но мимо это означает грех ты не поразил грех цель это может из этого тоже сделать заключение далее мы читаем апостол павел пишет иначе дети ваши были бы нечисты а теперь святы это слово очень хорошо говорит о том что иначе были бы нечисты мартин лютер говорит а почему они святы потому что неверующая сторона и верующая то то побеждается верующей а верующий крестил детей весь ответ все стало на место а если ребенок восьмедневно ничего не понимает и он не вступил завет написано до истребиться душата так он не понимает не надо понимать он истребиться и все на этом бог повелевает и когда бог посылает говорит по нему уничтожать всех и младенцы и по порядку всех языки или мы считаем никого не оставляй в живых на ком нет знака а какой это знак печать духа святого дара духа святого и относительно того что все умирают значит все согрешили оставить они могут дети не могут они не могут на этом пути не были вы правильно сказали но когда говорится для человека у нас сегодня то я имею ввиду только вас а когда бог говорит тысячелетия вперед и вот берем и книга пророка еремея 6 глава 16 стих остановитесь на путях ваших а ребенок не может остановиться он в люльке лежит вырастет в него все заложено и расспросите где путь древний да зачем мне это нужно я в евангелии написано остановитесь нам не надо новое потому что церковь христова основана не в 1517 году не веноса пяти тезисах но она была с первого дня а с какая связь только рукоположение другой связи никогда не было если связи нету сам себя назвал вот джон смит залез в воду руки на себя положил я пресвитер ну кто ж так делает написано без всякого прикосновения меньше благословляется большим то есть епископ рукополагает православие так но мы здесь я извиняюсь мы немножко отходим в сторону дело в том что какая разница тогда была между адамом перед тем как он согрешил и адамом после того как он согрешил вы верите в то что с ним какое-то чудо случилось в него вошел без или как как какое-то чудо произошло сатана в него вошел и он стал теперь рождаться от него нечистое то есть бог создал его написано что бог его создал совершенстве и разница была никакой разницы между ним после того как он согрешил и перед тем как он согрешил согрешает каждый обольщаясь делая свой выбор то есть у адама был выбор до того как он согрешил и у меня сегодня есть выбор согрешить или нет вот это только такая моя точка зрения вы верите что что какое-то чудо с ним произошло сатана в него вселился и после того человек рождает после себя потомство грешное уже да но относительно того что сатана вселился так никто никогда не учит я даже нигде не читал но он стал смертным в день в который ты вкусишь смертью смертным он тут очень просто все когда мы римлянам читаем то у него доступ к дереву жизни был закрыт вот из-за этого мы смертны а во христе у нас доступ к этому дереву открыт вот все труднее нечего и мудрствует даже когда адам согрешил у него у него перед согрешением у него был доступ к дереву жизни он питался от этих плодов он продолжить из-за него мне доступ закрыть сегодня вот действительно я так умираю водами а во христе когда я во христе когда я принимаю водное крещение когда облекаюсь во христа у меня доступ к этому дереву опять появляется и я живу но это уже другая тема я я вашу тему понял а второй вопрос можно теперь закончили не закончили вы меня прерываете я не могу ответить хорошо извиняюсь тогда но я просто для себя подчеркнул все что вы хотели сказать я ответ получил на своего нет я не ответил хорошо ради тех которые будут слушать нас и видеть отвечать и тогда написано не о древе жизни а древа познания добра и зла в день в хорошо в день в который вкусишь смертью умрешь вот поэтому водами все умирают все и все до одного рождаются до одной клеточки а их насчитывается в человеке примерно 320 миллиардов говорят биологи там кто физиологи и все до одной сделали смертными по-другому зубы сразу в этот день выросли у льва и уже не вместе стал охотиться все мертвое мертвая рыба мертвые птицы смерть мы не можем оценить значение этих слов на сегодняшний день подсчет показывает ну что значит этот плод взять в руки ну большое ананасом взять но он вкусил и умерло уже 300 это больше ста миллиардов людей господи да как же так какой-то плод и все до одного умирают люди были бессмертные вход к дереву закрыт был нам не надо рассуждать рассуждения человеческие как блаженному августину было показано они не вмещаются маленькую коробочку океан это нельзя вместить я должен сказать да и аминь слушайте небеса и земля ибо господь говорит первые слова книги пророка исаии кто я а господь горит не чистые уста он должен провести еще был огненными щипсами углем и тогда начал говорить и никто не претендовал на то чтобы остаться вот где первое и второе воскресенье первая смерть духовно умер а телесно жил и поэтому блаженный свят имеющий участие воскресение первым отозначает духовно кто воскрес и нас мертвых по преступлениям оживотворил к иписянам 2 5 павел пишет воскресил сын мой мы читаем это 15 глава евангелия от луки сын мой был мертв и ожил пропадал и нашелся значит он был мертв не просто так тут как-то патриарх алексей сказал наша задача реставрировать человека я говорю в америке умеют хоронить с улыбкой на лице были бы деньги они там подкачают сделают все как надо водами все умирают почему пророк ездра и говорит о адам что ты сделал не ты один умер только но мы все смертны все мы стареем это признак приближения смерти помышляя о смерти и вовек не согрешишь а последнем дне поэтому древо жизни только то что ты смертный и не умирал бы а грех уже вошел что в таком состоянии ты не протянул руку не стал подобен нам бессмертным вот представьте все больные парализованы не умирать чтобы сейчас было то земля смерть дело бы это 100 миллиардов было бы миллиардов которые ни к чему не пригодны они лежали только готовые умереть поэтому те места который говорит только закрыл ход смертному произошло страшная невиданная трагедия он умер он умер и поэтому в рождении свыше надо бы народиться свыше многие вообще не понимать что такое ты совершенно другой дух перерождает дарует новую жизнь даже откурит человека потом бросает и портсигар там леденцы кладет у верующих не так он мгновенно это перерождает он пал и теперь размышляет слепой сидит на уже все у него по-другому мыслит что я делал куда шел этот вопрос грехопадения все согрешили все решены славу боже в детях потомках а дети вы сказали не отвечают за родителей поэтому нечего отвечать потому что нет речь идет о взрослых детях которые что-то творят не так и тогда отец за них не отвечает хотя мы знаем по закону по совести кое в чем отвечает почему к дому отца нужно было приводить если она оказалась после брачной ночи не девица и и должны были привести к дому отца и убить убить а велика или дело то она где-то переспала с кем-то ли нам не надо рассуждать так бог это судит бог судит не оральный секс никакой это все придумали люди а у бога так а если это дочь священника да какая разница нет и есть разница переведите к домой разложите костер и сожгите живьем а почему потому что он учитель народа он отвечает за нее вот нам показывают мусульмане девушка готовится замуж все это показывает в ролике и теперь врачи должны засвидетельствовать что она девственница в прямом смысле у нас седьмом классе уже трудно найти она плащет она не хочет она стыдливая и он наконец уговаривает она закрыла лицо руками все это показывает плащет и они проверяют дальше справка не брачная ночь пасть будут показать просто никак там написано врачи тогда не было этого гинекологи разобрались и вот они обнимают друг друга свать и брать и там обнимают плачут она сохранила себя она сохранила а сегодня ты совсем это не то нам как до великое ли это дело-то великое дело это потомство будущее это это очень и очень много значит поэтому посмотрите как у мусульман как они одеваются как закрывают и американские женщины пишут послание им какие вы счастливы и как вас мужья охраняют а нас раздели до нога над нами смеются а зачем же ты идешь это все заключается в том движении который адам сделал так а для этого мусульманство есть чтобы нам мозги маленько вправить они могли быть все верующие мусульмане мухаммад умер 632 году только шесть столетий прошло и ни одного кирилла мефодия не пришло а налог исаак собирали и встретились только уже под стенами царьграда а зачем чтобы нас научить молиться у них пять раз в день намаз я был среди мусульман русские попадают в плену или ты принимаешь или секир башка принимаю вот теперь я учат молиться почему не научили молиться не баптисты никто семь раз в день пять раз в день намаз вот у нас молитва тут а то щетки 100 поклонов вот у нас семь раз почему сто восемнадцатый псалом сто шестьдесят четвертый стих семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей за майдан за революцию за болезни за суды не за благодеяние семь раз давид имея столь много полномочий за тауз говорит и он находил это время его псалмы то есть вот у нас такое правило я пенсионер и поэтому но не считается там утренний вечерний это отдельно молитвы и совсем другой настрой почему мусульмане это сделали у нас нету вот приходят какие-то там ну американцы там все вместе заходят в мечеть и это что у вас мечеть сколько вмещают они горят 15 тысяч а почему никого нету так и времени через полтора часа будет и что но вы придите через полтора часа посмотрите через полтора часа мы вернулись ступить негде одни мужчины да у нас за две тысячи лет не было ни у православных не у католиков не у еретиков сектантов ни у кого этого не было там женщина без платка посмотрите крашеные тут все по-другому а для чего чтобы нас научить это меч божий бич божий пришел на нашу землю там многому можно научиться и отдельно я понял вас второй вопрос можно или уже наверно время у нас по библии по вашу как вы считаете в какой момент человек обретает спасение по библии только по библии по библии в момент покаяния и крещения его спрашивают что нам делать мужи и братья 238 деяния апостолов это библия он говорит покайтесь запятая и да крестится каждый из вас своими иисуса христа для прощения грехов для прощения грехов запятая и получите дар святого духа вот что нужно делать и поэтому говорят у баптистов сектантов у всех они не понимают этого а крещение для чего обещание богу доброй совести мы говорим в крещении прощаются грехи да вы чего у меня сколько роликов есть где они восстают почему они лишены благодати и разумения писания 20 глава 16 стих она не павлу говорит что что же ты медлишь стань крестись и омой грехи свои призвав имя господа иисуса христа также и многие других мест там где говорится что именно в момент водного крещения человек омывается и облекается во христа спасибо я я я очень рад был что услышали от вас эти слова я не ожидал просто не ожидал таинство это называется таинство и у нас хлеб берет священник в руки во время литургии евхаристического канона когда он преломляет притворяется в тело хотят для глаз видно по-прежнему хлеб берет вино а пьют не вино а кровь так нет ничего это еретики так понимают вот деноминации конфессия два слова которые дьявол прикрыл там ересь наше спрашивать никакой деноминации какой-то ереси принадлежишь нет таких слов деноминации это теперь как а если недостойно прищищается виновен против хлеба нет виновен против тела чего тут доказывать то виновен против тела и третий вопрос по поводу музыкальных инструментов поклонений как вы думаете не думаете вы правильно сказали что раз библия не говорит об этом мы понимаем так что если в библии нет новом завете музыкальных инструментов значит их там не должно быть поклонение богу я знаю что православной церкви их тоже нет там вокальное исполнение и песнопение духовные то есть нет инструментов ветхом завете они были им было указано иметь музыкальные инструменты но в новом завете нигде не сказано о том чтобы христиане поклонялись используя музыкальные инструменты 700 лет прошло после того когда первый орган появился в католической церкви и то благодаря тому что они хотели угодить язычникам до этого времени не было музыкальных инструментов как вы на это смотрит нас нету но в вечности они есть я не слагают гусли свои там написано неоднократно кроме того у нас всегда считается псалтырь на молитве а псалтыре говорится какие инструменты и кем баллы все перечисляется и мы это считаем но духовный смысл вкладывает еще духовный то там есть смысл определенный но у нас этого нету нету но потом мне говорят вот недалеко от нас там был там монастырь наши монашки говорят в иерусалиме то мы говорили тут про о отпрашивались у настоятельности в католический бегали послушать себастяна баха страдание по матфею евангелия ну как можно это отрицать я у меня нету нет у нас этого нету но мы понимаем что мы более ущербно прославляем бога я для себя это знаю знаю что в вечности они есть и написано так в откровении как отрицать это можно но раз не принято я и соглашаюсь с этим у нас не принято но у они от играют где-то я не могу сказать нельзя и запрещают я никогда не скажу я ни разу в жизни хотя уже 55 лет я как миссионерство среди разных течений вот ни разу нигде не входил какой-то диспут с католиками григориан армянами коптами сирийцами вот 5 5 православия никогда и нигде почему это то что идет от христа а остальное все ереси с ними можно говорить приводить их познание истины я вот маленький вопрос задам вы их сказали в новом завете не указано новом завете многое не указано не написано что нельзя на родной матери жениться на родной сестре это только ветхом завете поэтому что касается плоти бог ничего не изменил нигде но он завете сказано что каждый имеет свою жену а том что там если в послании коринфянам написано что он спал с женой у отца то это уже плохо это мачеха мачеха о том что нельзя на родной сестре жениться у персов разрешено у нас нет почему дело в том что есть закон исключения когда мы читаем на написано что если бы описывать все то не вместил бы весь мир всего у нас есть закон исключения которым мы пользуемся что если я посылаю своего сына в магазин и говорю ему купи буханку хлеба а он мне принесет лимонад принесет еще что-то другого чего ему не говорил то это же будет уже неразумно я ему скажу я же тебе посылал за хлебом а он мне скажет а ты же мне не говорил не покупай лимонад не покупай там конфет не покупай того и того дело в том что мы должны соблюдать то что нам сказано а то что не сказано это закон исключения мы исключаем это вот на это я хотел сказать почему вы бреетесь посмотрите на изображение христа выпускает словарь ньюстрима вот не православные апостолы все с бородами пророки с бородами бороду полбороды обрели давить не запустил в земной иерусалим а мы я смотрел этот ролик я смотрел этот ролик когда вы говорили я изучу этот вопрос и обязательно к вам обращусь после после того как я изучу его хорошо сейчас мы кончим беседовать я вам скину материал и вы прочитали в моей книге у меня к истинного православия книга у меня где-то 43 книги вышло это большие книги по 752 страницы а это к истинного православия 40 лет собирал материал там моего ничего нету и о бородобритии о древности мы даже даже смотрим рафаэля сикстинская мадонна картина номер один и видим там ученица во великомученица варвара и папа сикс и он с бородой я католик спрашиваю вы когда ввели и вы знаете очень интересное объяснение дается с какого папы пошло но могут не люди отрицать не так очень даже просто мы должны вести спасибо мне нужно идти уже я бы тогда буду ждать от вас этого материала в течение одной минуты хорошо спасибо тогда до встречи встреч